Прятаться в кустах этому статисту долго не пришлось. Служебная собака обнаружила условного потеряшку буквально за несколько минут. По легенде, человек заблудился в лесу. Для его поиска спасателям МЧС России пришлось подключить кинологические расчеты. Клеопатре всего три года, и всю свою сознательную жизнь эта собака работает в МЧС. Ее главный профиль – поиск людей. И сейчас я спрячусь, и Клеопатра меня найдет. Четвероногие спасатели ищут людей при сходе снежных лавин в лесах, техногенных завалах. В последнее время, отмечают сотрудники МЧС, все чаще приходится спасать людей на воде. Привлечение служебных собак к поисково-спасательным операциям увеличивает вероятность обнаружения пострадавшего или потерявшегося человека до 90%. Именно благодаря четвероногим спасателям с момента создания подразделения были спасены около двух тысяч человек. В Приморье служебных собак привлекают к поискам людей во время паводков и пожаров, а также локальных катастроф. Например, при взрывах бытового газа в частных домах. Клеопатра постоянно участвует в поисково-спасательных расчетах, работах при поиске в лесу. Находила она несколько человек, которые потерялись. Но, к сожалению, в последнее время нам приходится искать не живых людей, а тела погибших. Кинолог и его питомец – это отлаженный тандем. От взаимопонимания собаки и человека зависит эффективность работы, результат которой – спасенные жизни. Задача животных – найти людей. Задача кинолога – адаптировать своего питомца к сложным, а порой и экстремальным условиям работы. Ведь собаки МЧС России должны уметь перемещаться в горах, летать на вертолете и искать пострадавших в местах, недоступных для человека. Есть собаки, которые могут найти, допустим, одного пострадавшего в течение полминуты, двух-трех минут, допустим, кинологический расчет аттестовывается на класс «Б», и статисты или пострадавшие, условно пострадавшие, разложены на площади 200 на 500, то кинологические расчеты некоторые работают от 3 до 7 минут. Кинологические расчеты МЧС России участвовали в сотнях спасательных операций, искали людей после разрушительного землетрясения в Нефтегорске, действовали в составе антитеррористических групп на мюзикле «Норд-Ост» и во время событий в Беслане. Не каждый четвероногий спасатель способен проявить себя в экстремальных условиях. Прежде чем приступить к работе, каждый новичок должен пройти тренинг на послушание, сообразительность и ловкость. Однако осознание, что она спасатель, к собаке приходит только после первой реальной работы. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.